Главное управление МЧС России стало инициатором творческого фестиваля «Таланты и поклонники», приуроченного к 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Накануне в Махачкале проводился республиканский этап конкурса, победителями которого стали ученики гимназии музыкально-хореографического образования нашего города. Поздравить ребят и их руководители пришли представители столичного ведомства. В рамках мероприятия «Патриотическая направленность» МЧС России стала инициатором фестиваля юных талантов. Ребята демонстрировали творческие способности, представляя свой район или город. Конкуренция разыгралась нешуточная, ведь в борьбу вступили около 70 музыкальных и танцевальных коллективов со всей республики. Одна из солистов команды Каспийской гимназии Загида Трагимова отмечает, что старались выступить на все 100%. Выражение «главное не победа, а участие» в нашем случае не подходит. Мы хотим показать, что ежедневные репетиции не проходят даром и завоевать достойное место в Москве. С уверенностью говорит девочка. Это было очень трудно. Мы видели, как все выступали, все нервничали, репетировали. Минуты свободной не было. Конечно, в тот момент именно строго на нас все действовали. Мы нервничали все. Было очень трудно. В Тиборске мы покажем танец журавлей. Хотим показать, что мы тоже что-то можем, что мы не просто туда поехали. Мы поехали, мы вернулись в Москву с победой. И это для нас просто счастье, выступить в Петербургске, что нас пригласили туда. То, что у подрастающего поколения появляется возможность проявить себя, по моему мнению, замечательно. Говорит заместитель начальника главного управления МЧС Российской Федерации по республике Дагестан Алигадар Гужаев. Также посредством фестиваля мы еще раз напоминаем о правилах пожарной безопасности. И это еще одно преимущество этого смотра талантов, подчеркивает представитель МЧС. Ну, потому что мы очень много работаем с образовательными учреждениями. Основные деятельности, наши сегодня связаны с обнадзорными деятельностями, это работа с образовательными учреждениями. Работа с молодежью, недопущение каких-то чрезвычайных ситуаций на этих объектах. В связи с этим, молодежь, мы готовим, чтобы они развивались, знали все требования, которые мы предъявляем, в том числе и в рамках музыкальных фестивалей. Дипломами первой степени награждены директор геймхол Людмила Абакарова и руководитель коллектива Рагима Сулейманова. Впереди и у наставников, и у ребят непростой путь. Сначала северокавказский этап в Пятигорске, а если удастся показать себя, то и всероссийский тур в Москве, где мы и желаем ребятам удачи. Заира Гамзатова, Шамиль Гусейнов, Новости Каспий-ТВ.